Русские новости Русские новости. Продолжаем наши идеологические студии и знакомимся с документами, которые могут быть положены в основу русского мировоззрения, в основу русской политической программы. В данном случае я представляю документ, который был с некоторыми поправками, создан из так называемой «Хартии прав и свободы русского народа», написанной в 2006 году перед русским маршем, и предназначен был этот документ для того, чтобы его огласить на русском марше и принять теми, кто соберется, и сделать из этого документа некую объединительную платформу. Никогда не был этот документ оглашен публично, к сожалению, не только потому, что русский марш в 2006 году был запрещен, и тогда состоялись массовые задержания, но еще по одной причине, потому что люди, которые писали этот документ, вовсе не собирались как-то предпринимать усилия для консолидации русского движения. Я тогда как раз столкнулся с тем, что теперь называю «нацдемовщиной». Это такой крайний политический эгоизм использования русского движения в своих личных корыстных целях. Эти корыстные цели потом выявились гораздо более явно, чем при обсуждении так называемой «Хартии». У меня тогда сложилось впечатление, что люди, которые все это писали, где-то на верхах согласовали этот текст, и не готовы были отступить ни на одну букву. Там были очевидные глупости. Я сказал, что я такой документ поддерживать не могу из-за того, что там просто есть несообразности, в том числе и речевого порядка. Но коль скоро эти люди никак не предприняли усилий для того, чтобы написано имя «Хартия», название, конечно, дурацкое «Хартия», чтобы эта «Хартия» была принята кем-то, или каким-то образом послужила консолидация русского движения, то я взял этот текст, поправил его тогда еще, и он был положен в основу той документации, которая и сейчас является базой для идеологии русского движения, вот в той части, которая консолидируется вместе с партией «Великая Россия», является союзниками или соратниками для нас, для тех, кто собрался в партию «Великая Россия». То есть мы в полной мере считаем этот документ своим, хотя понятно, что изначальное авторство было другое. Но нас это особенно не волнует. Дело в том, что в политике нет так называемого плагиата. Если кто-то поддерживает определенную платформу, то так тому и быть. В данном случае мы взяли сырой недоработанный текст, который так и не был использован в политике, и сделали из него свой собственный текст. Этот текст для нас, можно сказать, не является каким-то программным, он является предысторией. Вот эта предыстория отражена в документе, в котором есть определенные недостатки, и я о них отдельно скажу. Но есть и своего рода достоинства, то есть этот документ несколько понижен до уровня понимания человека, который далек от политической науки, от привычной и удобной для политической риторики лексики, и предпочитает некоторые привычные слова. Вот эти привычные слова и составили такую платформу под названием «Русская правда». «Русская правда» была такая «Русская правда» Ярослава Мудрого. Это законодательный акт, первый, можно сказать, уголовный кодекс в российской истории, или в русской истории. «Русская правда». В данном случае «Русская правда» имеется в виду политический манифест, не связанный с какими-то правовыми основами, но из этого документа прямо следуют вполне определенные изменения в праве. Если этот документ будет являться основой политического мировоззрения правящей группы, то тогда изменения в праве, в законодательстве автоматически следуют из того, что здесь написано. Так вот, «Русская правда». «Русский народ» – единственный источник суверенитета и легитимности власти в России. «Русский» – тот, кто любит Россию и кровно связан с ее традициями, историей и культурой, кто рассматривает интересы русского народа как свои собственные. Здесь ключевым является словосочетание «кровно связан». «Русский» – тот, кто кровно связан. Но связан обычно как русский, тот, кто кровно связан с теми, кто раньше были русскими. Более правильная формуляция – «кровно связан с традициями, историей, культурой», кто рассматривает интересы русского народа как свои, как свои собственные. То есть традиции предков, которые жили по-русски. Я кровно связан с теми, то есть являюсь потомком тех, кто кровно был связан с традициями, с русскими традициями России. Не просто я являюсь родственником, этого маловато будет. Кровно связан с традициями тех русских людей, которые жили до меня. Мы русские, по-настоящему русские, ни у кого не спрашиваем, европейцы мы, входить нам в Европу или нет. Мы по факту, являясь русскими, являемся одновременно европейцами и входим в Европу. Нам ни у кого, ни о чем спрашивать не надо. Так устроена история, поскольку мы кровно с ней связаны, с историей наших предков. Мы и являемся европейцами и живем в Европе. Но прежде всего нас интересует то, что мы живем в России. И это для нас главное, и мы никогда не напишем на своих флагах европейский выбор. Наш выбор только русский, только русский. Мы русский народ единственный источник суверенитета и легитимности власти в России. В Конституции Российской Федерации написано народ единственный источник власти. Народ источник власти. Мы пишем русский народ. А что написано в Конституции? О каком народе идет речь? О каком народе идет речь в Конституции? Народ источник власти. Какой народ? Скажите, какой народ может быть источником власти в России? Назовите этот народ. Ну, либерал там или коммунистик скажет, ну как, российский народ, все, кто здесь живет. Ну, нет такого народа. Все, кто здесь живет, это не народ, это население. Народ вообще многозначное понятие. Вот слабость этого документа «Русская правда» в том, что он не использует понятие «нация». Оно, к сожалению, еще далеко не близко к тем людям, которые о чем-то хотя бы начинают думать по поводу будущего нашей страны, нашего народа. Им удобнее думать о народе. Понятие «нации» для них не близко. Они не понимают, что «нация» понятие политическое. Поэтому они говорят «народ» в разных контекстах, вкладывая в это слово разное понимание. Так вот, то, что написано в Конституции, нам подкладывают не тот контекст, в котором мы хотели бы понимать, что такое народ. Народ в данном случае, если правильно понимать Конституцию, это нация. То есть те люди, которые имеют гражданское самосознание, которые понимают и чувствуют, что Россия – это русская страна. И в таком случае это положение верное. Народ – источник власти. Если написать напрямую «русский народ» – источник власти, тогда все становится на свои места. Но тоже не вполне, потому что если под народом понимать все население или вообще всех русских, тогда любой заболдыга или проститутка тоже входит в это понятие «народ». Нет, вот в понятие «нации» эти люди не входят. Есть в греческой традиции понимание народа, имеющее три разных терминологических обозначения. Мы же говорим «нацио» – это ведь тоже народ. Ну какая разница, написать народ или нация. Есть разница, потому что слово «потребление» по-русски иное. «Нация» и «народ» – понятия разные. «Нация» – это понятие вполне четко определенное. Мы об этом говорили в предыдущих наших передачах. Определенное политическое. Народ – многозначное понятие. Так вот, в греческом языке как раз есть те нюансы, которые можно проследить. «Этнос» – это тоже народ, только это народ, связанный кровными узами. То есть здесь кровные узы на первом месте. Есть понятие «лаос» – тоже греческое понятие. Это скорее ближе к понятию «население». То есть все семьи, роды, племена, которые на данной территории живут. И есть понятие «демос». Вот «демос» ближе всего к понятию «нация». «Демос» – это только те жители данной страны, которые обладают политическими правами. Да, они тоже связаны с родовые и племенные союзы, но главное, что это те люди, которые имеют гражданские права и получают право определять будущее страны. Так мы говорим о народе в смысле «демоса». В смысле «демоса» значит в смысле правоспособных, дееспособных граждан. Не те, кто граждане по паспорту. Написано, что гражданин Российской Федерации в каждом паспорте. Но реально это ведь далеко не означает наличие гражданского правосознания. Мы рассчитываем, что все-таки «демос» – это только те люди, которые не просто являются подданными, а понимают, что они живут в русской стране, в русском государстве. И что жизнеспособность этого государства, этой страны может быть связана только с русской традицией. Вот в этом понимании народа как «демоса» все становится на свои места. Далее возвращаемся к «русской правде» после экскурсов в терминологию. Россия – пространство расселения русского народа, страна, данная русским богом. Она обустроена трудами предков, оплачена их кровью и завещена русским, как их главное национальное достояние. Это положение прямо говорит о том, что Российская Федерация – это не вся Россия. А если говорить о нынешнем политическом режиме, то это не Россия и анти-Россия. Я думаю, что это понимание складывается все более глубоко, что интересы русского народа и русской России находятся в самом радикальном противоречии с интересами ныне действующей правящей олигархической группировки. Россия гораздо шире. Это там, где проживают или проживали русские люди, изгнанные оттуда. Если эта территория оказалась дерусифицирована, например, как Чеченская республика, там проведены акции геноцида русского народа и ликвидация русского населения. За что? Должны быть проведены масштабные акции по возмездию. И они рано или поздно будут проведены. Кто считает из тех бандитов, освобожденных по путинским амнистиям, что он уйдет от возмездия – не надейтесь, не уйдете. Будет русская власть – возмездие к вам придет. Придет в ваши семьи, если вы каким-то образом ускользнете за границу. Придет к вашим друзьям, придет к вашим родственникам. Возмездие наступит. Оно, конечно, будет гуманным, как вообще русская душа. Она не склонна к тем зверствам, которые демонстрируют вот эти псевдо-исламисты, которые, конечно, никакому исламу отношения не имеют. Сейчас очень много слов говорится об ужасах исламского государства, захватившего часть Сирии, часть Ирака. Но у нас есть свое исламское государство под названием Чеченская республика. Это тоже захваченное бандитами, которые зачистили территорию самым зверским образом. И возмездие должно прийти. Россия должна вернуться на все территории, которые охвачены ныне границами Российской Федерации, и на те территории, которые были отторгнуты от России в 1991 году. Может быть, те территории, которые и ранее были заселены в основном нерусскими, нам не очень-то нужны, как и те народы, которые тоже позволили установиться на контролируемых ими территориях этнократическим режимом. Поэтому нас больше всего должна интересовать тема воссоединения с Украиной и Белоруссией, которые являются неотъемлемой частью исторической России, как и север Казахстана. Все остальные территории могут рассматриваться как потенциальные для воссоединения только после того, как решена будет вот эта первая задача. И отсюда мы делаем вывод очередной раз, подтверждаем, что ныне действующий политический режим враждебен русским интересам, поскольку он фактически уничтожил союзное государство России, Белоруссия, с таким скрипом, установленное едва дышащей на ладан. Это личная вина Владимира Путина. Фактически Российская Федерация оказалась в состоянии войны с Украиной. Два народа, которые должны жить в одном государстве, при одном законе, имеющие одни и те же культурные корни, являющиеся родственниками, близкими, ближайшими родственниками, брошены в войну друг против друга. Им проповедуется по обе стороны границы ненависть друг к другу. Два преступных режима сталкивают в войне один и тот же народ. Мы видим, что те, кто стоит против воссоединения Украины с Россией, это враги русского народа, враги русским национальным интересам. Далее. Русский государство, образующий народ России. Это то, против чего насмерть стоит ныне действующий путинский режим. Право русского народа иметь такое государство, в котором защищены его права и свободы, утверждены его духовные ценности и реализуются его интересы. Русским интересам соответствует унитарное построение государства, ликвидация национально-территориального деления. Мы тоже видим, что этот пункт находится в самом радикальном противоречии с ныне действующей властью, которая осуществляет геноцид русского народа и расчленение исторической территории Российской Федерации не только государственными границами, но и административными границами, точно так же, как это было сделано коммунистической номенклатурой в СССР. На территории Российской Федерации созданы специальные этнократические образования в виде так называемых республик. Вот эти республики все, с точки зрения русских национальных интересов, должны быть ликвидированы. Казанская, Уфимская и прочие губернии могут существовать, но никаких прав, выделенных прав каким-либо народом на территории Российской Федерации быть не может. Эксклюзивное или исключительное право русского народа реализуется просто в том, что Россия культурно и политически и во всех смыслах является русской стороной, здесь проживает русское большинство. Никаких специальных прав, индивидуальных прав для человека, который предъявит бумажку с надписью фамилиями отчества-русский, конечно, не должно предусматриваться. Равенство прав граждан – это основополагающий принцип, но гражданами могут быть далеко не все. Не знаешь русский язык, какой же ты гражданин? Это не единственный параметр гражданства, знания государственного языка, но, по крайней мере, если человек этого языка не знает, свободно не может на нем общаться и не может осваивать ту политическую информацию, которая формирует его сознание и информирует его о том, что происходит в стране, такой человек не может считаться гражданином, но может считаться подданным, и его права не будут никак ущемлены во всех остальных сферах, только в политической. Но никаких этнических политических образований на территории Российской Федерации быть не может, а тем более территории, которые снабжены какими-то особыми правами и имеют некие титульные национальности. Такого быть не должно, не может быть. Законы России имеют приоритет над любыми международными соглашениями, к чему сейчас потихонечку приходят, но на самом деле это все самообман того режима, который на самом деле действует прямо против интересов России, прямо во всем. Поэтому они пока устанавливают приоритет своей индивидуальной воли, а не приоритет российского-русского законодательства. Суверенитет России неделим и не может быть делегирован кому бы то ни было. Сегодня он раздроблен и делим, поскольку Федерация, Федерация это поделенный суверенитет. Любые законы и распоряжения, противоречащие основополагающим правам, свободам и национальным интересам русского народа, являются преступными. Это предупреждение тем, кто продолжает удерживать власть. Вы преступники. С точки зрения интересов русского народа, вы преступники, потому что вся ваша деятельность противоречит основополагающим правам, свободам и национальным интересам русского народа. Можно было про права и свободу не писать, а просто про национальный интерес. И так было бы логичнее и короче противоречия национальным интересам русского народа. Проявление русофобии, ненависти или презрения к русскому народу, его самосознанию, историю и традициям, а также отрицание прав и свобод русского народа, является преступлением против русского народа. Публичное выражение русофобии в любой форме должно караться по закону. Преступления против русского народа не имеют срока давности. Тоже предупреждение ныне действующим халуям режима. Ваши преступления не имеют срока давности и будут караться по закону. Конечно, этого закона пока нет, но этот закон будет иметь обратную силу. Вопреки вашим либеральным фантазиям. Будет иметь обратную силу. А русофобия это не просто какие-то высказывания, злобные, подлые высказывания. Они то и дело случаются. Не только со стороны необразованных представителей каких-то иных народов, но и в прямых действиях. Например, есть полностью преступная организация, вся ее деятельность преступна. Центр противодействия экстремизму. Есть структура ФСБ, которая организует фиктивные экспертизы по уголовным делам против русских людей. Это деятельность преступная. Есть другие экспертные учреждения, которые фабрикуют экспертизы для того, чтобы можно было преследовать русских людей по политическим мотивам. Это преступная деятельность. Я предупреждаю Московскую юридическую академию, что ваша деятельность, ваши профессоры преступна. Я предупреждаю Московский исследовательский центр, который фабрикует эти экспертизы. Это уже целиком преступная организация, и руководство этих организаций будет преследоваться по закону без срока давности. Это декларация прав русского народа, русская правда. Вот такая русская правда для вас приготовлена в будущем, потому что русские, конечно, победят, и мы на этом стоим. А коль скоро мы победим, мы все ваши подлости разберем детально и каждого назовем преступником, если за ним есть преступная деятельность. Соблюдение прав и свобод русского народа является необходимым условием обеспечения прав и свобод каждого гражданина, я бы сказал, каждого подданного России. Русские оказывают покровительство, поддержку и защиту от дискриминации всем коренным народам России, готовым жить в мире и дружбе с русским народом. Но кто не хочет жить в мире и дружбе с русским народом, может забрать свои вещички, сколько сможет унести, и отправляться в Освояси туда, где его примут. Может быть, на необитаемые острова, поскольку обычно этих людей не хотят принимать нигде. Любой русский, независимо от места своего проживания и статуса, принадлежит к русскому народу и имеет право на российское гражданство при условии свободно выраженной лояльности к русскому народу и России. Соответственно, решаются все зарубежные русофобы, которые каким-то случайным образом говорят по-русски и числятся как представители русского народа. Российское гражданство должно приобретаться русскими в заявительном порядке и оформляться немедленно. Любой человек, который сможет доказать, что он является русским, хотя бы тем, что он свободно говорит по-русски, без акцента и на русском языке понимает все детали, которые для современного образованного человека положены, должен получать гражданство в заявительном порядке. То есть он пишет заявление и тем самым сразу становится гражданином без всяких там квот, рассмотрений, бюрократических проволочек и так далее. Есть у него документы, что его родители были русскими. Свободно говорит он по-русски, все, никаких вопросов нет. Экзамены там, ерунда все это. Если будет русская власть, не нужно будет проводить экзамены по русскому языку. Достаточно будет на месте человека, который принимает решение, свободно ли владеет его партнер по общению русским языком или нет. Человек с русским мировоззрением вопрос решит однозначно, легко и без всяких экзаменов. Разделение русского народа искусственными государственными границами является нетерпимым. Мирное воссоединение всех русских земель в едином государстве, законное право русских, одна из главных целей России. Это означает полную переориентацию деятельности Министерства иностранных дел, которое занимается сегодня черт знает чем и не решает главной задачей, которая стоит перед Россией в международных делах. Воссоединение страны. Никакой более высокой задачи, даже сохранение мира во всем мире, не является для нашей страны более важной задачей. Материальные ресурсы российского государства должны быть направлены не только на обеспечение достойного уровня жизни народа, но и на воспроизводство национального достояния России и русского народа, его веры, культуры, науки. Здесь правильно ставится цель. Не производство ради производства, а цель для того, чтобы воспроизводить национальное достояние. Прежде всего, воспроизводить гражданина, который дальше после себя оставляет следующие поколения, образованные, обученные, способные противостоять внешним воздействиям, способные подавлять внутренние вирусы и обеспечивать жизнь всей стране. Это значит вера, культура, наука. Традиции русского просвещения и воспитания должны вернуться в школу и восстановить в будущих поколениях российских граждан понимание ценности русского исторического достояния и стремления к русскому единству. Общероссийские средства массовой информации должны быть национализированы. Должна быть введена нравственная цензура. При цензуре существовала великая русская литература, в цензуре нет ничего страшного. При национальной власти цензура, наоборот, благотворна. А то у нас стоят в России, в Москве, в центре Москвы памятники Бродскому, который не является не просто русским, а является русофобом, русофобствующим, лауреатом Нобелевской премии за англоязычные стихи. Что делает его памятник в нашей стране? Или Акуджава, этот бренчавший на гитаре поэт с плохими стихами, которого почему-то очень любят демократы. Никакого влияния и никакой роли в русской культуре, в русской литературе у него нет. Или политические памятники в центре Москвы, памятник Марксу, памятник Энгельсу. Чего они здесь делают? Поэтому здесь тоже надо цензурировать и то пространство, в котором мы живем, и информационное, и то, что касается, может быть, не очень хорошо, но так уж называется, монументальной пропагандой. И средства массовой информации должны быть национализированы. Не все правильно понимают, особенно коммунисты. Они хотят просто передать средства массовой информации или средства производства в руки бюрократии. Мы же только национально организованным силам. Формы собственности могут быть разные. Национализация – дело не просто отъема и передачи, отъема собственности и передачи ее в руки каких-то чиновников. Ничего подобного. В руки национальных сил тоже в том числе. Разные формы национализации могут быть предусмотрены. Православие – основа самосознания русского народа и главная духовная опора российской государства. Симфония церкви и государства – необходимое условие благоденствия России и русского народа. С церквью отдельный вопрос, потому что в церкви столь же глубочайший кризис, как и в государстве. Об этом не принято говорить, но все пороки государства, нынешняя церковная организация в себя впитала. Поэтому все больше критики в адрес церковной иерархии, все меньше лояльности среди действительно верующих людей, впрочем, как все больше и фарисействующих православных. Их стало в последнее время нестерпимо много. Общаться с ними я лично, например, не желаю. Это люди, которые в Бога не веруют, и они не понимают, что главная заповедь любви к ближнему – это конкретные действия. Они предпочитают ритуал, молитву и больше ничего. Ну и еще вылизывать ниже спины начальству. Это их любимое занятие. То есть их главное понимание православия – это молитва и чинопочитание в отношении церковной иерархии. В настоящее время и то, и другое вошло в прямое противоречие с пониманием того, что такое церковь Христова. Эти люди сами себя от церкви Христовой отторгли. Ну и далее о том же. Свобода вероисповедания, уважительное отношение к традиционным российским конфессиям и мировым религиям обязательно для духовной и светской жизни русского народа. Этнические религии и новоявленные культы не могут бесконтрольно распространяться на территории России. Сейчас, как во все времена правления либерал-демократов, сейчас только такой политический режим, ничего там патриотического, многие там думают, что-то там национальное, что-то патриотическое. Ничего нет. Ничего нет. Внимательно присмотритесь. Ничего патриотического, ничего национального в нынешнем правлении нет. Для того, чтобы избавить русский народ от давления всех этих идиотских культов, нужна жесткая диктаторская власть, которая выправит все то, что искажено, все то, что искалечено в нашей жизни режимом Ельцина-Путина. А свобода вероисповедания для традиционных конфессий. У нас в законодательстве иудаизм записан традиционной конфессией. Для России он не является традиционной конфессией. Я помню, что однажды, когда-то уже это довольно давно, был такой коммунист, возглавлял, не буду называть фамилию, в общем, она неинтересна для истории, я ее помню, но не буду называть, возглавлял комитет по делам религии в Государственной Думе. И был какой-то круглый стол, и когда я сказал, что закон, который вы приняли, это идиотский закон, противоречащий здравому смыслу полностью, именно в том, что он включил иудаизм в качестве традиционной конфессии. И председатель комитета страшно на меня обиделся, страшно обиделся, больше я его с тех пор не видел, ну, как, впрочем, он и исчез с политической арены, потому что тоже обслуживал интересы ныне действующего режима. Надо было, конечно, постараться признать иудаизм, традиционные конфессии, ну, естественно, признав это идиотское положение, построили на Поклонной горе синагогу, хотя к русским победам никакого отношения иудеи не имеют. Евреи, да, может быть, евреи служили там в армии, там и сям, не скажу, что служили верой и правдой, скажем, в Первую мировую войну больше всего уклонистов от военной службы было среди евреев, есть соответствующая документация. Но при чем здесь иудаизм, скажите мне? При чем здесь иудаизм и русские победы? То есть это осквернение русской истории. Устроение на Поклонной горе синагоги – это осквернение русской истории. Конечно, с этим при русской власти будет покончено. Сохранение и преумножение русского народа, прекращение демографической катастрофы – одна из главных задач государства. Русский народ должен быть защищен от растворения в эмиграционных потоках. Проще говоря, они должны быть прекращены, а их последствия устранены. Беспрепятственно въезжать в Россию могут только русские и представители других коренных народов нашей страны. Этническая организованная преступность должна преследоваться как посягательство на основы российской государственности, а к этой преступности относится и всякая этническая клановость. То есть любая этническая преступная группировка, которая является бандитской или просто воровской, должна преследоваться не просто по криминальному закону, а по квалифицированным статьям. То есть усиленным, если эта группа основана на этнической солидарности, это означает особую опасность. И в дополнение к обычным криминальным статьям, здесь есть посягательство на основы государственности. Соответственно, если этническая группа что-то там понаворовала, и по обычному ныне действующему уголовному кодексу, скажем, положено 5 лет заключения, то этнический компонент в этой группе должен удваивать срок заключения 10 лет. А и по более серьезным статьям предусматривать и высшую меру наказания, смертную казнь. «Земля, недра и природные богатства России являются неотъемлемым достоянием русского народа и должны использоваться в его интересах. Российское государство призвано защищать право собственности, полученное честным и законным путем, и ненаправляемое против интересов русского народа». Здесь особенно комментировать нечего. Ну, конечно, многие скажут, да нет, ну все должно принадлежать гражданам, а не русскому народу. Нет, именно русскому народу. Правильнее было бы сказать русской нации, вот в этом понимании. Русская нация является правообладателем всех богатств России, всех без исключения, в том числе и тех, которые записаны за частными лицами. Эти богатства могут в случае, если человек идет против интересов русского народа, конечно, могут и должны быть изъяты. О чем и сказано ниже. Права собственности должны быть защищены только в том случае, если они направляются не против интересов русского народа. Справедливость, традиционный идеал русского народа, права и обязанности, труд и вознаграждение, преступление и наказание, заслуги и общественное признание должны быть соразмерны. Сейчас они не соразмерны, поэтому подлежат всякие почести и награды отмене, когда придет русская национальная власть. Не все, но большинство, потому что полученные они в условиях геноцида русского народа, получение разных почестей от этой власти, которая осуществляет геноцид, есть соучастие в этом геноциде. Поэтому еще стоит посмотреть, кто достоин был каких-то наград и каких-то званий, а кто был недостоин. У нас полно таких недостойных, которые заполняют у нас телеэфиры своими погаными шоу или своими подлыми комментариями, направленными против интересов русского народа. Ну, эти люди у нас имеют высокие звания, награждаются периодически, устраивают всякие хохмы, оскорбляющие русские национальные ценности. Ну, все они должны получить по заслугам, или если они уйдут по чечению в мир иной, они посмертно должны быть лишены всего и преданы забвению. Их упоминание, их имен должно быть просто запрещено той самой цензурой, которая должна действовать в интересах русского народа, русской нации, русского мировоззрения. Общественное самоуправление и независимый суд являются необходимыми условиями соблюдения прав и свобод русского народа. Мораторий на смертную казнь должен быть отменен, ну, по крайней мере, отменен на период чрезвычайного положения, пока открытые враги русского народа, те, кто совершили тягчайшие преступления против русской нации, не будут подавлены и уничтожены. Русский народ суверенно организует свою общественно-политическую жизнь в соответствии с традиционными представлениями о свободе, достоинстве, долге, демократии и порядке. Здесь снова мы соотносимся с традицией. И используем термин «суверенитет», который сейчас у Российской Федерации отсутствует. Поэтому российское государство не то, что не вполне государство, а совсем не государство. Это оккупированная территория, управляемая гауляйтерами назначенными. Терпеть это означает соглашаться или соглашаться с этим, более того, поддерживать, это значит соучаствовать в преступлении. Я предупреждаю тех, кто сейчас особо рьяно поддерживает нынешний режим, что русская власть вас найдет, найдет в обязательном порядке. И за свои позиции, которые наносили ущерб русским людям, вы понесете всю полноту ответственности. Свобода политических объединений, созданных русскими, не может быть ограничена по этническому и религиозному принципу. Это положение противоречит ныне действующему, когда русским политические объединения запрещено создавать. Нельзя создать, например, организацию под названием «Русская партия» или «Православная партия» или «Православное политическое объединение». Им запрещено участвовать в выборах, то есть религиозным, этническим объединениям или религиозно-этническим, которые учитывают и тот, и другой признак. Им запрещено участвовать в выборах, формировать народное представительство. Это все, конечно, должно быть отменено. Другим народам, может быть, действительно должно быть запрещено создание таких политических объединений. А русские должны иметь в этом смысле политическую привилегию, только политическую. Защита Отечества – общее дело всех граждан. Честь офицера и достоинство солдата должны быть надежно защищены государством и обеспечены материальным достатком военнослужащих. Военное дело должно стать неотъемлемой частью образования. Российская армия должна стать оплотом русских воинских традиций. Вот ничего подобного, что здесь написано в нынешней действительности, в путинской России, нет и не предвидится. С этой властью не предвидится ни общего дела всех граждан, ни всеобщей воинской подготовки, ни чести офицера и достоинства солдата, ни обеспечения материальным достатком тех, кто защищает Отечество. Ничего этого нет, потому что власть оккупационная, осуществляющая геноцид всех граждан, в том числе и военнослужащих. Право на самозащиту предполагает, что все взрослые и дееспособные граждане, ранее не замеченные в преступных посягательствах на жизнь, здоровье и достоинство других людей, имеют право на ношение холодного и огнестрельного оружия самообороны, открытое ношение личного боевого оружия, привилегия офицера. С нашей точки зрения такое положение было бы крайне благотворным для того, чтобы подавить всякую уличную преступность, потому что любой преступник встретит вооруженное сопротивление гражданина, у нас обычно преступника вооруженного гражданин нет, а офицер будет открыто носить оружие как демонстрацию своей причастности к защите Отечества в любом месте, где бы офицер в форме не находился. При повседневной форме оружие должно быть неотъемлемой частью костюма офицера, служащего России, служащего русской нации, русскому народу. Отношения России с другими государствами и народами формируются в соответствии с интересами русского народа, прежде всего русского народа. Сейчас нынешнее руководство Российской Федерации строит свои отношения с иностранными государствами, исходя из своих личных интересов, только личных, или интересов тех олигархических группиров, которые эти люди представляют. Никакой связи с интересами русского большинства в этой деятельности нет. Ни капли, вот нисколько нет. Может быть, можно было бы предполагать какое-то случайное совпадение, но нет. Ни одного совпадения. Все только против русского народа. Те, кто внимательнее смотрит за тем, что делается на внешнеполитическом контуре деятельности руководства Российской Федерации, видят, что все против интересов русского народа. И результат налицо. Никаких перспектив воссоединения с братскими народами, с братским народом соседних стран. И никаких союзников. Все союзники преданы, все союзники уничтожены. Все, абсолютно все. Ни одного дружественного России государства на всей планете не существует. Власть, бездействующая перед лицом враждебных посягательств на интересы русских, утрачивает свою легитимность. Это уже произошло. Русский народ имеет неотъемлемое и постоянно действующее право на созыв народного ополчения, которое при необходимости берет на себя ответственность за судьбу государства и русского народа. Ну, коль скоро вот эта шушера, которая сидит сейчас в Кремле и поблизости, начнет разбегаться, кризис неизбежен, то придется кому-то взять на себя ответственность. Народное ополчение – это то, что является неотъемлемым правом русского народа. Русские могут формировать государственную власть напрямую, без всяких институтов, которые созданы самозванцами. На сегодня это самозванцы. Но вот эта деятельность народного ополчения сегодня объявляется террористической. И Халуи режима использует вот это определение для подавления русских общественно-политических организаций. Для них нет разницы между головорезом какого-нибудь там ИГИЛ или чеченского ополчения, чеченских там закулисных террористических организаций, и русским человеком, который отстаивает свое право на формирование в России русской власти. Для нас разница принципиальная. Вы – преступники и самозванцы, пособники террористов, реальных террористов, которые осуществляют террористические акты и планируют их на сегодняшний день. А мы – противники террористов, то есть вас, пособников, и тех, кто эти террористические акты планирует. Наши интересы прямо противоположны. Что поделать? Не ужиться на русской земле нерусской власти. И мы поспособствуем тому, мы – русские люди, участники русского движения, поспособствуем тому, чтобы нерусская власть была изгнана, проклята. И по возможности, те люди, которые были причастны к этой власти, подверглись бы действиям русского национального законодательства и оказались в местах лишения свободы или были бы казнены. Я лично за публичные казни. Их не должно быть много, но публичная ритуальная казнь, уничтожение врагов России публично – это то, что нация должна перетерпеть, взять на себя такую смелость, перетерпеть публичную казнь преступника, который совершил чудовищные преступления перед нашим государством и нашим народом. Пусть это будет 5, 10, 20 человек. В свое время декабристов, которые затеяли мятеж, повесили, 40 человек приговорили к смертной казни. Но потом государь-император помиловал, заменил каторгой все это, а потом каторгу тоже сократили, заменили. Но главное, что повесили это только 5 человек, но все-таки их повесили. Я за то, чтобы такая казнь осуществилась, может быть, однократно в нашей истории, но публично. Наконец, заключительный пункт русской правды. Формы правления государственного и территориального устройства России должны быть определены Земским собором, представительным органом, включающим в себя делегатов от всех русских земель, органов местного самоуправления и социально-профессиональных корпораций. То есть речь идет о том, какая власть на самом деле может решать вопрос о будущем нашей страны, об устройстве нашей государственности, о том, какова здесь форма правления, только вот такой Земский собор, в котором есть представительство не самозванцев, которые объявляют себя депутатами и представителями народа, а которые представляют конкретные населенные пункты, территории, местное самоуправление, русские земли и социально-профессиональные группы. Вот такое формирование народного представительства будет позитивным. Таким образом, мы рассказали о том, что такое русская правда, некий документ, который существует, не являясь основополагающим идеологическим документом для какой-либо организации. Тем не менее, это документ, который может быть основой для любого идеологического творчества. В нем заложено очень много важных пунктов. Заново изобретать велосипед нет смысла. И я приглашаю тех, кто задумывается о том, как бы это сфабриковать, какую-то идеологическую модель для очередной новой русской организации, просто взять за основу русскую правду, поправить ее, если там захочется, под свои интересы, но не пытаться что-то изобрести новое. Все изобретено уже давным-давно. Русские организации, русские идеологи не зря писали разные фундаментальные или публицистические работы в течение четверти века. Поэтому, имея уважение к этой деятельности, к ее результатам, стоит не изобретать, не извлекать из своей головы, не ломать свой язык, что-то там выдумывая, а взять нечто уже готовое. И если есть что существенно поправить, не испортив, то слава Богу. Ну и в конце концов, я думаю, нас должна объединять общая русская идея, которая в этом документе, русская правда, изложена достаточно ясно и понятно.